Скандал вокруг нового закона проекта Минфина. В ведомстве разработали документ, который может напрямую повлиять на цену пока еще дешевых сигарет. В тонкостях инициативы разбирались мои коллеги. В центре настоящего табачного скандала оказалось Министерство финансов и крупные производители сигарет. Дело в том, что чиновники подготовили проект внедрения фискального механизма, который полностью исключит реализацию сигарет ниже назначенной Минфином цены. Другими словами, на табачные изделия решили установить минималку в 28 гривен. Таким образом, самая дешевая пачка сигарет сравняется по цене с литром 95-го бензина. И все бы ничего, если бы боролись только с курением. Но вместе с этим авторы проекта просто перекрыли дыхание производителям недорогих сигарет. Таким образом, говорят эксперты, фактически убирают часть производителей с рынка. По случайным совпадениям все украинские фабрики и открывают путь, невиданный по масштабу контрабанде. И не только. С одной стороны, ты увеличиваешь ставки акцизов, с другой стороны, у тебя снижается объем, с которых он платится. В этом году, напомню, что до 1-го числа этого месяца, правительство должно было что внести в парламент? В бюджетную декларацию. Ничего подобного не произошло. Зато мы его увидели буквально 18-го числа в проекте, когда одним из приоритетных направлений для обеспечения бюджета будущих периодов деньгами было увеличение акцизов на алкоголь и табак. Напомню, что это не то, что не единственное возможное, а в принципе не совсем тот вариант, где нужно брать деньги. Уже года два лежат в парламенте законопроекты Батьевщины, которые предусматривают вывод денег из офшоров. Эксперт объясняет, само по себе повышение акциза не так страшно и даже необходимо. Страшно то, что предполагаемый механизм к увеличению акциза не имеет никакого отношения. Он просто устанавливает минимальную цену в 28 гривен. И если продать продукт хоть на копейку дешевле, производителю грозит штраф практически в 40%. Если это заработает всего за несколько месяцев, многие производители окажутся на грани банкротства. Речь тут идет не о защите табачного бизнеса, а о нерыночных методах регулирования, которые прямо ударят по производителям недорогих сигарет. В том числе и отечественным, которые, к слову, и наполняют львиную долю украинского бюджета. А вот уничтожить нашего производителя выгодно крупным иностранным компаниям. Таким образом, они решают проблему с координированности работы на каждом конкретном рынке и уменьшению конкуренции между своими же подразделениями в различных государствах. Им это выгодно. Кому невыгодно? Невыгодно отечественным производителям, мелким и средним. Сейчас, по сути, их выдавливают с рынка. Именно поэтому гиганты табачного бизнеса решили устранить ценового конкурента. А чтобы не замараться, сделать это решили руками Минфина. Так считают сами производители. Они предложили чиновникам более эффективный и безопасный способ налогообложений. Например, ЕС поднять адвалорную ставку. Объясню. Адвалор – это составляющая акциза, которая растет вместе с ценой. То есть, чем дороже сигарета, тем больший сбор идет в бюджет. В Украине адвалорная ставка есть, но она находится на уровне 12%. И начинает действовать только на сигареты дороже 40 гривен. Тем самым, фактически, не затрагивает основной сегмент рынка. И сегодня покупатель дешевой пачки, к примеру, за 19 гривен платит точно такой же акцизный налог, как и покупатель элитных сигарет. Мы не против того, чтобы акцизы подвищивались. Мы говорим о подвищении специфичную часть акциз и адвалорную. Адвалорная нараховывается на вартость пачки, а специфичная на колькість, на штуки. Давайте наступного року поднимемо специфичный на 20%, как и заплановано в законе. А адвалорный – с 12 до 20. И вот этот крок, 8% пунктов, даст додатковый бюджет 6 миллиардов гривен наступного року. Но вместо этого государство решило, что бедный должен платить столько же, сколько и богатый. Это относится и к мелким компаниям, и к самим покупателям. Представители мелкого и среднего бизнеса уверены, если табачный кризис все же произойдет, то ударит не только по поступлению в госбюджет. Он отразится на украинцах. Тысячи людей потеряют рабочие места. Ведь только на производстве одной компании работают не менее 500 украинцев. После таких прогнозов возникает вопрос, как избежать подобного коллапса. Акциз адвалорный в 2012 году в Украине был 25%. Это серьезная цифра. Сейчас он 12. Его штучно понизили. И вышло, что таким образом створился дисбаланс податковой нагрузки для сигарет разных ценовых сегментов. Украина должен получать инвесторов и создать инвестиционный климат. Когда мы один из самых больших британских инвесторов в Украине. Мы прошлый год вошли в десятку самых больших платных податков в государстве. Мы работаем здесь уже сейчас. Нас не нужно где-то искать. И почему государство, за допомогой Минфины, не за допомогой, а, как можно сказать, за сприятие, почему она перешкоджает существующему нормальному инвестору. С этим и другими вопросами мы обратились в Министерство финансов. В ведомстве уже привычно запрос редакции подробности проигнорировали. Ответы мы не получили даже на звонки. Юлия Жешко и Андрей Ярковой. Подробности – телеканал «Интер». «Интер».